Субтитры создавал DimaTorzok Я так думаю, некоторые промежуточные итоги того, что за эти 72 часа произошло. Ну то есть трое суток с момента начала операции, 72 часа, этот срок назывался некоторыми источниками, как срок, в который основная часть операции должна быть закончена. Насколько я могу понять, в сроки эти командование спецоперации не уложилось. Ну, вполне возможно, что за время, пока я смонтирую и опубликую видео, может быть еще что-то крайне интересное мы увидим. По последним данным запланирован там штурм Киева или Харькова. Но об этом давайте чуть позже по порядку, что произошло за последние сутки. Я выбрал для вас самые такие яркие и знаковые события. Ну, прежде всего, что явно видно, это то, что продолжается уничтожение инфраструктуры военной. По некоторым оценкам, там до 80-90% всей инфраструктуры уже порушено. И российская армия, российская военная техника рассредоточилась практически по всей Украине, с восточной стороны. И образовано несколько котлов. То есть прямых боестолкновений пока не происходит. На широком фронте где-то локально бои идут, конечно. Ну, теперь давайте к сообщениям, на которые я обратил внимание. Глава европейского ЦБ Кристин Лагард призвала как можно быстрее одобрить регулирование криптовалют в ЕС. Иначе с помощью нее Россия сможет обходить санкции. Появились такие сообщения, что в ответ на отключение России от SWIFT, Россия может использовать криптовалюты. Шаг, конечно, мощный, относительно неожиданный. Но апробация использования криптовалют проходит уже в нескольких странах мира. Вот в Белоруссии, в частности, они вообще имеют легальный ход. Так что в случае, если Россия начнет использовать криптовалюты, будут очень интересные последствия, я так полагаю, для финансовой системы всего мира. Не Бензи попросил коллегу из США не читать РФ морали по поводу вторжений и заявил, что по количеству вторжений США тягаться трудно. Евросоюз включил в санкционные списки президента России Путина и главу МИД Лаврова. Также он включил Мишустина, Медведева, Колокольцева. То есть все руководство Российской Федерации, скорее всего, окажется в черных списках. Этого следовало ожидать. Далее. Минобороны России. Российские подразделения, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь. Военные вступили в город вечером в пятницу после высадки морского десанта в районе Азовского, Украина. Мелитопольцы приветствовали их, а отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами. Дальше. Заявление ПСАКИ. Война с Россией не в интересах США. То есть США всячески открещивается от прямого конфликта. Раздача властями Украины оружия – это конец. МИД РФ. Так. Обозначилась фигура того, кто может возглавить правительство Украины в случае смены власти. Это Олег Анатольевич Царев, бывший нардеп Верховной Рады из окружения Виктора Януковича. Он полностью сменил все свои телефоны. Есть мнение компетентных органов, что сейчас Царев находится, цитируем, за лентой, то есть на территории Украины. Так что информация не из Игоря вполне может оказаться правдой. Ну, информация о том, что Царев может возглавить правительство. Сообщения также появились, что Зеленский уехал в бункер куда-то. Пишут, что Кадыров загнал Зеленского в бункер. Ну, я уже говорил в прошлом видео о том, что несколько десятков тысяч бойцов из Чечни отправились на Украину. И появились же уже сведения, видеокадры, где бойцы чеченского спецназа устанавливают флаги российские и чеченские на украинских каких-то базах уже под Киевом. Так, из заявлений Небензи. Задачи по демилитаризации и деноцификации Украины скоро будут выполнены. Сообщение о разбобленном на Украине детском саде является фейком, а достоверных подтверждений гибели гражданских лиц на Украине в результате боевых действий РФ нет. Запад сделал Украину пешкой в своей геополитической игре, не заботясь об интересах народа. Националисты на Украине используют мирных жителей в качестве живого щита, так как РСЗО размещаются в жилых кварталах. Ну да, уже много фото и видеоматериалов, где размещают военную технику внутри дворов по Украине. Так, следующий. Венгрия перебросила на границу с Украиной бронетранспортеры. Тут без 100 граммов и не разберешься. Дело в безопасности или слухах о венгерских диаспорах Закарпатья, планирующих провести референдум о выходе из состава Украины. Ну, то есть подтверждается то, о чем мы слышали от наших источников, что западная Украина, она может быть раздербанена между Венгрией и Польшей. Также появилась информация о том, что те, кто получал оружие в Киеве, которое там раздавалось населению, они, забрав это оружие, уезжают в Закарпатье. Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях. Вот это уже важный момент, и на нем можем остановиться несколько подробнее. Национализация это уже серьезно. И все больше и больше начинают говорить о чистке пятой колонны внутри самой России. То есть параллельно с проведением спецопераций на Украине начинается зачистка так называемых западных агентов в культурной, политической и экономической сферах внутри самой страны. И это будет иметь очень серьезные последствия. Деятели искусства уже начали нервничать. Рейхельгаус, по-моему, один есть такой пренеприятнейший тип, который уволил из своего театра актера за то, что тот опубликовал свою фотографию с Путиным. То есть явно нервозное настроение у либеральной публики у нас внутри страны. И я думаю, что новостей еще здесь будет предостаточно. Обострение началось вот только вчера. Будем за этим наблюдать отдельно. Сейчас в подробности вдаваться не будем. Может быть специальный ролик нужно будет записать. Пока просто возьмем это на заметку, что речь зашла о национализации. Вот короткий пост, который может пролить свет на появляющиеся фрагменты видео, где есть техника, скорее всего, российская, которая на трассе, видно, что она подверглась нападению. Источник рассказал о проблемах в ходе спецоперации на Украине. Когда боевая колонна идет, бойцы ВСУ прячутся, не атакуют. Наши на плацдарме не закрепляются, идут дальше. Следом идут колонны инженерного полка наводить понтоны взамен взорванных мостов, колонны обеспечения и так далее. И по ним уже наносятся удары украинцами. Отсюда все эти видео с разбитыми колоннами. Есть опасная тенденция, что в тылу остается много украинских подразделений. Ну, надо отдать должное. Все-таки британский, американский спецназ, которые тренировали украинцев, научили применению тактики вот такой вот партизанской. И она, по крайней мере, на картинку срабатывает. То есть, видео с этими подбитыми колоннами в интернете присутствуют. Байден. Альтернативным масштабным санкциям против России из-за событий на Украине было бы начало Третьей мировой войны. Ну, тут, как я понимаю, Байден говорит, что не нужна нам Третья мировая война. С русскими мы воевать не будем. Политизированная аудитория Фейсбук на фоне рисков блокировки соцсети активно перетекает в Телеграм. Ну да, появились, кстати, сведения о блокировке Твиттера и возможной блокировке Фейсбука на территории России. Ну, я из Твиттера ушел еще во время последних президентских выборов в США. Ну, Фейсбук тоже я не пользую. Уже, наверное, около года, поэтому для меня это как бы не критично. Призываю вас еще раз подписываться на Телеграм-канал, потому что если даже все иностранные сети отрубят, Телеграм-то у нас работать будет уже проверенный и протестированный месседжер. Ну, и некритично отключение этих соцсетей будет также и для России, по моему субъективному мнению. Так, следующая новость. Миллиардер Роман Абрамович передаст контроль над британским клубом Челси по печительскому совету. Ну, то есть, продавать еще не продает он Челси, но от управления уже отстранен. С наступлением ночи в Харькове начались ожесточенные бои. Ну, появляются фрагменты не в Харькове, не в Киеве, а на окраинах. Где-то действительно идут бои, опять удары какие-то наносятся по военной инфраструктуре. Внутри самих городов боев нет. Есть какие-то локальные стычки, при том, на поверку оказывается, что это сами украинцы. Там полиция, ССБУ, там где-то столкновения происходят. То есть, уличных боев между российской и украинской армией пока мы не видим. Депутат Госдумы от ЕР Владимир Шаманов заявил, что брать Киев штурмом не нужно. Украинскую столицу нужно полностью блокировать. Евроичкирийцы во главе с Ахмедом Закаевым предложили Зеленскому подписать соглашение о сотрудничестве. Ахмед Закаев, который военным преступником признан у нас в России, предлагает подставить под ружье до 300 тысяч чеченцев, проживающих в Европе. Ну, сильно я сомневаюсь, что такое количество найдется у него чеченских бойцов. Но сам факт вот такого политического обращения тоже на заметку возьмем. Вот это, наверное, самое такое интересное и примечательное событие будет в этом выпуске. Это информация, которая появилась на сайте редкодометка. И если эта информация соответствует действительности, то она дает нам повод серьезно задуматься. И, кстати говоря, она подтверждает, опять же, в том случае, если это все окажется правдой, и предположение, которое я озвучивал, которое давал нам наш источник, что началом вот этой военной операции Путин поставил точку в мировом дурдоме, потому что сейчас и новости про конвой свободы ушли на второй план, и все то, что с нами происходило последние два с лишним года, как-то тоже уже не вспоминается. А вот тут появился как раз повод освежить нам свою память. Статья называется «Есть ли что-то большее в конфликте между Украиной и Россией, чем кажется на первый взгляд?» Я ссылку на эту статью оставлю в описании, и вам коротко зачитаю некоторые моменты. 24 февраля 2022 года, около 7 утра по британскому времени, в удаленной ветке Твиттер Кландестин, если правильно я читаю, «Чья учетная запись Твиттер теперь приостановлена, была описана интересная точка зрения на ситуацию в Украине, которую мы не видим в корпоративных СМИ». Здесь приводится оригинал поста на английском. Перевод по пунктам. «Святое дерьмо, я думал, что я могу что-то знать об Украине. Зеленский сказал, что русские стреляют по военным объектам. Насколько широк этот термин? Я вижу спекуляции, которые могут включать американские биолаборатории. Сначала я не обращал на это внимания, а потом начал копать. Во-первых, я проверил, есть ли у США биолаборатории в Украине. Оказывается, имеются, и согласно классической американской модели, это преподносится как защита. Программа снижения биологической угрозы в Украине, изучения самых опасных вирусов в мире на границе с Россией. Но суть в том, что иностранец какой-то вдруг обнаружил, что места, точки, куда наносились первоначально ракетные удары российской армии по территории Украины, они каким-то странным образом, точь-в-точь, на 100% совпадают с местами расположения американских биолабораторий военного назначения, которые как раз располагаются на Украине. Мы не можем точно судить, вброс ли это, что эта информация полностью соответствует действительности. Но о биолабораториях на Украине говорили уже много лет наши специалисты. И я полагаю, что однозначно эти биолаборатории находятся в числе целей, по которым работают сейчас наши военно-космические силы. И однозначно, что непосредственно эту тему еще будут раскручивать, как будут раскручивать все те фото и видеоматериалы, которые были собраны нашей разведкой, начиная с 2014 года. Я об этом слышал уже году в 2015-2016, что имеется некий такой архив всех преступлений нацистов на Украине. И то, что там собирают, какие материалы, это действительно вещи шокирующие. И вполне может быть, что то, что мы узнаем позже о деятельности вот этих биолабораторий, это тоже перевернет наше представление о морали, и, возможно, по-другому нас заставит переоценить весь вот этот дурдом, который происходил последние пару лет. Ну и в завершении ознакомлю вас с новостями, которые пришли уже вот под самое утро. Возможность для россиян получить европейские гражданства в обмен на инвестиции будет ликвидирована. Правительство Германии об этом говорит. Ну и как бы хорошо, из-за обычных граждан Российской Федерации особо никто не расстроится. ЕС может заморозить активы российских олигархов, также им запретят использовать финансовые активы на рынках ЕС. Появилась версия операции на Украине договорняк США и РФ. Британия осталась в дураках. В хронологии событий, которые предшествовали вторжению, так называемому, на Украину, видят конспирологи, что в октябре 2020 года Зеленский в Лондоне встречался с главой Ми-6. В июне 2021 проходит саммит Путин-Байден. 22 июня 2021 Великобритания объявила о строительстве двух военных баз на Украине. В течение всего 2020-2021 года появлялись многочисленные информации, что управление СБУ фактически переходит от Штатов к Великобритании. Ну то есть есть такая версия, что на самом деле Россия с США заодно действуем против Британии. Возьмем это тоже на заметочку. Источник говорит, что Генштаб поставил задачу взять или Харьков, или Киев любой ценой к понедельнику. Командование ВДВ против, так как будут большие потери. Генштаб взял всю ответственность за принятое решение на себя. Ну сегодня у нас воскресенье, посмотрим, что будет в течение воскресенья. Ну и под утро под Харьковом мощный взрыв, взорвано газовое хранилище. Ну и пока вроде относительная тишина или затишье на утро 27 февраля-воскресенье 2022 года. Если что-то экстра неординарное будет происходить в течение дня, я, конечно же, запишу еще ролик, может быть, выйду в эфир. Но пока вот итоги за 72 часа, вот такие спецоперации продолжаются. В ближайшие дни уже будет какая-то предварительная развязка, что-то уже должно стать нам ясным и понятным. На данный момент пока вот так. На этом у меня все, спасибо за просмотр, всем пока. Продолжение следует...